нам. Сын дан нам владычество на раменах его. И нарекут имя ему чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Столько имен у Господа появляется с его рождением. По порядку посмотрим несколько имен. Вчера мы разобрали два его имени, сегодня еще рассмотрим два. Имя ему советник. Советник с большой буквы. Кто такой советник? Когда они впервые появились? Если они сегодня, кто может быть советником? Кого нам избирать в советнике? Сколько сразу появляется вопросов? Во второй книге Ездры 8 глава 11 стих говорится, что у царя Артаксеркса, владетеля тогдашней мировой империи, было семь советников. И Бог так сделал, что сердце царя и всех семи советников расположились к Ездре и дали указание выдать все награбленное прежде в храме, дать повеление отпустить, отпустить средства, чтобы возвратился он в Иерусалим из плена, приносили жертву за царя и за его детей, чтобы было благо в этом мире. Бог так сделал. Когда я судился за то, что у меня изъяли, главную роль в этом сыграл советник местного мэра. И тот Владимир и другой. Вот они на фотографии. Он советником был у него. А мы были близко знакомы. И он ему все мои материалы подал. Вот он и говорит, ознакомившись с материалами, считайте письмо. Роль сыграл советник, не глава. И даже не прокурор. Это все потом пришло. Значит, это очень важный человек. От советника зависит иногда положение в государстве. Написано, что у Давида были умные советники. Но один самый умный военный стратег Ахитопелл. Но случилось так, что он возненавидел Давида и встал на сторону противника Алисалома. И Давид уже бежит. Покинутое царство позади. У него одна только мысль. Там Ахитопелл пропал. Он оставляет специально человека верного себе. И тебе я даю один совет. Тебе никогда не перемудрить его. Они институты эти в КГБ кончают. Нам, говорят, их не переплюнуть никогда. Только одно. Говори напротив. Больше ничего не надо. Они уже обдумали. И он ему наказал. Что Ахитопелл скажет напротив? Говори, чтобы совет его не состоялся. Совет его смертельный будет. Его совет принимали, как от Бога написано. Какой великий авторитет и куда он его повернул. Самые великие злодеи, они одновременно были очень активными и умными людьми. Это нам показывает Гитлер. Недоумок какой-то. Это был исключительно талантливый, умный человек. Лучшего оратора, организатора не было за две тысячи лет. Ленин против него это ребенок. Это сегодня историки все знают. Но куда направил он свой разум? Совет. Пронзительная память. На память знать тысячи цифр. На фронте все знал. На память. Но все послужило к погибели. Премудрый феррак, 6 глава, 6 стих. Говорит, живущих с тобою, да будет много в мире. А советникам твоим пусть будет один из тысячи. Советника избирать очень непросто. Ну а какие-то признаки есть, по которым можно. Это ненарекаемый образ жизни, негреховный. Ну как ты можешь с блудником советовать себя о соломудренной жизни с пьяницей, как жить трезво? С вором советовать себя, как жить честно. Ты смотри маленько, чтобы человек, к которому ты идешь, он уже получил ответ от Бога. Я к нему иду, Господи, а положи ему на сердце, что мне ответить? Ты мой советник. Везде ты советник. Но Бог все делает через кого-то. Он нашими руками творит милостыни. Нашими ногами ходит проповедует. Нашим языком Бог свидетельствует. Он мог бы сделать все сам. Что ему стоило вместо песка сделать, чтобы золото шевелилось в воде златоуст? Говорит, ну на кому показал ты добродетель твой, если бы все были богатые? Бог так и сделал. Серахов, 37 глава, 7 стих. Всякий советник свой совет хвалит. Но иной хвалит в свою пользу. От советников охраняй душу твою. Он может будет советовать для самого себя. Ты пошел к нему, он тебе посоветовал, а потом смотришь, чем закончится и какую-то выгоду иметь. Значит, это не от Господа советник. Имя ему советник. И все остальные от него, он единый учитель, все учители от него, он единый наставник от него. Он единый отец, все остальные отцы идут от него. Вот только тогда имеется, значит, это не отец, а отчим, разбойник в семье. Все абсолютно идет от него. Имя ему дано советник. Он лежит еще в яслях, в Ифлиемских, а ему имя советник. Уже мать, склонившаяся над ним, ждет от него совета. Что? Он дает знать туда, является ангелом, говорит, бери и беги в Египет. Это он дал совет. А то мы только думаем, что ангел, а это ангел-то дал-то от Господа совет. Оттуда возвращается, куда идти? Там боязно, там архиллай царствует, опять советнику он дает. И на цепет они только начнут приходить чувством. Что ты сделал с нами? Мы заботимся, ищем тебя. Вы не знали, где должен быть. Вам, чтобы Бог не дал совета, что я пришел для того, чтобы людей на путь истины наставить. Чтобы дать им понятие, что они неправильно идут. Он вопросами ставил их в тупик. Вот сейчас, если бы был здесь в патриархе, вопросы, какие у нас в книгах стоят, ему задать. Он ни на один бы не ответил. Ему задают. Он не может ответить. Почему? А надо не лукаво отвечать. А не лукаво отвечать, его сметут, уберут. И сегодня так озвонил священник уже утром. Книги ваши, они не просто популярны, а они бессмертные. Но они не будут популярными. Потому что все губернаторы, все мэры, все связаны с епископами. А вы их громите, этих епископов. Вот причина такая. Ну похвали хоть в одном месте. А ты же этого не сделаешь. Нет, не сделаю. Ну и хорошо. Я знаю, что нужно заучить наизусть первую главу пророка Исаии. И больше тебе ничего не надо. И будешь так поступать, готова пила. Тебя перепилят. И дома и на работе. Пророка Исаию перепилили. И говорит, деревянной пилой, чтобы мучительнее было, дольше. За то, что он говорил. Вы приходите в храм, и никому это не нужно. Вы молитесь, а я хочу прогнать вас, говорит Господь. Вы приходите в храм, да кто-нибудь запер бы. Не ворота, которые у нас заперты оказываются, но сам храм. Чтобы вас туда не пускали, зря дворы не топтали, пыль не носили. Почему исправьте руки ваши, они полны крови. Причина-то в нас заключается. Вы у меня совета-то не спрашивайте, говорит Господь. А сами, как хотите, так и делайте. У Бога есть верные служители, которые несут Его советы. Кто это? Пророки, апостолы. Он и сегодня находит кого-то. Второй книге Сарс, пятнадцатая глава, двенадцатый стих, говорится об этом Ахитофеле, совет которого был разрушен, и заговор потерпел поражение в одном человеке. Первый аппарат Паминон, двадцать шесть, четырнадцать. Был какой-то умный советник Захария. Так и называется советник и умный. Слово стоит. Второй аппарат Паминон, двадцать два, четыре. молодой царь охозлива царился. Может быть, в государстве было бы все по-другому. Но у него мать была, Гафолия, злая советница. И дядя оказался, и советовал на погибель ему. То есть они-то давали хорошие советы. Ты вот с этим дружим, ты заключи союз, чтобы к вам приезжали, справляй праздники безбожные, знайся с этими. Гафолия-то давала совет сыну своему. Но когда сын был убит, что она Гафолия сделала? Вот тут она раскрыла свой талант. Она мгновенно схватила всех его детей и умертвила, то есть внуков своих. Змея сожрала всех детей, чтобы самой восториться. И только сестра спасла одного, Иоаса, и в дальнейшем он будет царем. Шестилетнего спрятала. Вот какие бывают советники-то. И советники у епископов, советники у президента есть. Во второй книге Параллипоменон 25.16 говорится о некоем пророке, который пришел, давал совет царю, как поступить правильно. А царь говорит, разве тебя советникам старским поставили? Замолчи, чтобы тебя не убили. Вот ответ. Замолчи, ты не говори, что архиерея неправильно поступает. Иначе тебя опять посадят. И он отошел, но в ответ сказал, а я понял, что Бог решил тебя убить. Не меня, а тебя, потому что ты совета не принимаешь. Делать грех, это одна ступень. Но закрепиться, оправдывать его, и не слушать совета, это уже система. Погибель. Ио в 12.17 говорит так, что если люди не слушают Бога, то от советников подальше отойди. Господь приводит советников в необдуманность. И судей делает глупыми. Вот я сейчас смотрю, как судят, слышу людей, в судебных разбирательствах приходится бывать, кажется, самых глупых людей или самых хитрых, алчных, коварных в государстве у нас поставили судьями. Даже более алчными, чем в БТИ. Совершенно глупые. Бессмысленные, безумные прямо. Такие решения выносят. Салмопевец Давид 118.24 и говорит так, если вы ищете доброго совета, я совет вам дам. Вот Библия лежит. Уставы твои, советники мои. Любой может найти, помолившись, открыть Библию и найти совет. Вы всегда спрашиваете. Надо жить очень внимательно. Утром читаешь молитву, Господи, избавь меня от забвения, неразумия, нерадия. Забвения! Я-то хоть каким-то маленьким советником являюсь для вас или нет. Вот вы собираете все время, чашки торчат за край стола. Ты нечаянно своим толстым животом заделал, а тарелка упала. Я же говорю, что подвигай подальше маленько. Ключ никогда в карман не ложить. Чего не трудно-то? Вот, трудно разве это шагнуть. Вчера они положили ключ. Приходят сегодня открывать машину, стоят там. Здоровые дядьки. Никто не знает, где. Спилить. Я говорю, пока не торопитесь, ключ найдется. Только спилили, приходит, ключ нашелся. А я забыл, в карман положил. Я сказал, в карман не ложить. Мой совет был, ты не принял. Но ты просто так не спускай на тормозах. Ты читай в Писании. А что я должен делать? Я открываю, в Библии написано, если кто украдет овечку, заплати четыре овечки. Если кто украдет быка, заплати пять быков. Ответь, а почему там четыре, а тут пять? Я не могу найти толкование, но умом своим дохожу до этого. Бык-то более важный. Это тягло было. Это одновременно трактор, комбайн, машина. Одно дело у нас храм бы не открыли, другое дело ворота. Ворота это приравним, как овца. Так я нечаянно, за это нечаянно приносила жертва. Если нечаянно по необдуманности согрешат на согрешение, ты должен принести жертву. Я сегодня обращаюсь. По чьей вине это было сделано четыре замка, чтобы сегодня лежали здесь? Совет такой нам Господь дает. А если бы храм забыли, где ключ пять замков, я уже нашел решение. Ему трудно. Помогите, потому что вы такие же. Вы сами на себя налагаете эпитемию. Вот сегодня конкретно уже пришло толкование. Совет отвергнут, и вы тут же были наказаны. И завтра будет такое же. По нашему совету, считайте, как написано на стенке. Выполняйте его, пока нас Господь скрепляет. Притча Соломона, 11 глава, 14 стих. Народ при многих советниках благоденствует. Надо об этом просить Бога, чтобы Бог дал советников, которые молятся, на коленях выпрашивают милости у Бога. Чтобы быть советником хорошим, это надо иметь крепкие заплаты. Это специально кожаные заплаты, ищут для всадников сзади, потому что они на стенке крутятся. Нам надо заплаты на колени. Большие, кожаные, чтобы почаще там, и просить у Бога совета. А как поступить? И дело вроде бы и незначительное. Но за ним еще пойдет, но уже более значительное, более великое. Все время просить у Бога совета. И не искать своего. Притча 15.22. Без совета предприятия расстроятся. О советник, лежащий в клиентских яслях. Расскажи, как поступить. Самые необдуманные шаги человек делает там, где плоть действует. Это вопрос женитьбы. Вот тут надо советоваться десятки раз. Лишь бы жениться. На скорую руку, на долгую муку. Ты десятки раз посоветуешься, узнай, к кому ты подходишь, какие были родственники, какая мать. Дочь в мать написано, как правило. А сын обычно отцовы качество наследует. Ты посмотри, за кого идешь. Если за хорошего выйдет, написано, сына приобретет. А необдуманно выйдет, за плохого и дочь потерял. Это мирские пословицы. Но они суть-то показывают. Где совет надо искать? Да все вместе наложить пост. Да помолиться. Да посмотрите. У него рога-то и вылезут вовремя-то. И вы увидите, что у него просто фалды костюма, а хвост торчит. И не штеблеты у него лакированы, а копыта. Ты проси Бога. Бог откроет глаза. Ну что же. Не стоять пальцем помануть, говорит, и уже потерялся. Голову потеряли. Пророк Исаия, первая глава, 26 стих. Говорит так. Если вы будете поступать по моим заповедям, будете молиться, доверяться Богу, я опять буду поставлять вам судей и советников буду давать вам, как и в прежние времена. Бог будет давать советников. И ты не бойся совет держать. Если народ при многих советниках благоденствует, премудро Соломон говорит, так это касается и нас. Нам сегодня советуют по-разному относительно этого объединения. Нормального совета я еще не нашел ни через интернет, нигде. Я нашел только в Библии. Это Вавиловский плен. Бог советует, идите, рождайте детей. То есть у нас может быть увеличение нашей деятельности. Я сказал. На наши времена он накладывает это иго. Мы его понесем. Может там овцы ждут нас, шелудивые, чтобы мы их привели к познанию истины. Тогда мы смело можем приглашать людей сюда, верующих. Если они постоянно там ходят, вы знаете, большой проверки им делать не надо. Это все-таки верующие. Исайя 19, глава 11 стих. Обезумели князья, совет мудрых советников стал бессмыслен там, где нет меня, говорит Господь. Их много советников, но ты найди мудрых среди них. Пророк Исайя 40, глава 13 стих. Кто был советником у Бога и кто учил его, когда мы считаем? Кажется, простые слова, я их тоже могу сказать, но в них таинственный, сакральный смысл. Ты начни их исполнять. У меня совет, говорит Господь. Ко мне обратитесь. Вот почему написано непрестанно молитесь. У тебя только сейчас возник какой-то вопрос, начинай его разрешать. Сначала помолись, сообщи друзьям. Вот мы объявляем, не просто по привычке объявить, но ты сам все приедешь. Написано, бодрствуйте в молитве, бодрствуйте. О чем молился, ты это держи. Мне нужен советник. И внимательно приглядывайся, кто вокруг тебя. Я смотрю, и мудрости очень мало, потому что не по слову Божию, а по прихоти. Сегодня мне так нравится, я так хочу. На первом месте не хочу должно быть, а как Богу угодно. Пророк Михеевич, 4 глава, 9 стих. Для чего ты сегодня вопишь так громко? Или не стало у тебя советника? Это мы можем сказать ко всем, которые во многом просчитались уже. А вот что мне теперь делать? Мой сын такой, так где ты была раньше? Почему ты раньше не спрашивал совета? Вот у меня в лагере там какие-то условия, то другое. Я скажу, если бы поступали по правилам, как и у нас в лагере, ни один бы в тюрьме не был, ни один бы мать не поносил, все бы любили друг друга, почитали. Да, правила, как кажется, трудно. А какая трудность жить в подчинении? На ребенок, развивающейся личность, надо давать свободу. Я открыто говорю перед безбожником, моя задача подавить его свободу, его волю. Ребенок, чтобы развивался. А насадить волю Божью, да будет воля твоя. Я совет у Бога этот нашел. В послании к римлянам апостол Павел 11.34 говорит так, кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? Кто? Он так назначил. Яков быть благословенным, а Исааву отвергнутым. Но с этим надо согласиться. Что нам Бог дает сегодня? Мы не... Если бы 10 лет назад, когда я был в Америке, сказали, что руководство, в Синозе будет стремиться к объединению, как сейчас Лавр, заклевали бы, выкинули на улицу. Даже говорить нельзя об этом было. Такая пропасть была. А сегодня, как будто нигде ничего об акуменизме не было. Как будто обезумели. Но мы ищем совет у Бога, а не у них. Салмопевец Давид, 72-я, в Псалом, 24-й стих, говорит так, ты руководишь меня советом Твоим. Господь руководит. И Давидом он руководил. А чем же это все закончится? А потом примешь меня в славу. А если не советом Господнем, напротив написано, и тогда упадешь в бесславие, напрасно прожитая жизнь. О, советник, рожденный Девой Марией сегодня, будь моим личным советником. Ну, советник как будто ниже того, кто губернатор. А Господь говорит, я ваш помощник. Я ваш заместитель. Наше место на кресте, а он нас заместил. Вот в чем заместительство его. Притча Соломона, 8-14. Господь говорит, у меня совет и правда. У меня разум. И у меня умение и сила. Недостаточно этого. Ведь разум, все институты, все у него. Я совершенно неграмотный человек, я признаю, специального образования духовного нет. Но мне многократно задавали такой вопрос, когда в поездах свидетельствовал, а что вы кончали? Я ничего не кончал. Ну, бросьте заливать. Папаев в рогожке видать. Я ничего не кончал. У меня нет ни одного класса ни семинария, ни академии. Я люблю Господа, и больше ничего у меня нет. Но когда встречаюсь с этими академиками, они говорят, собираются вместе, говорят, мне такое впечатление, после ваших занятий собрались летуны, летчики, как будто я в школе вообще, говорит, не учился. О чем? Он раз, два, три, он до трех так и считать умеет, командовать. Исайя, 45 глава, 25 стих, говорит, нет иного советника, кроме меня, говорит Господь. Салом 70, 10 стих. Нет истинного совета там, где идут вопреки заповеди Господней. Кто-то советует, ты всегда говоришь, а что об этом говорит Библия? Не знаю. Давайте позвоним тому, кто знает. Какой дать совет? К памяти подходили люди и спрашивали, я решил вот так-то и поступить, а потом поехать. Что ты скажешь? О, неожиданно. Я и не ожидал, что вы подойдете. Так, подойдите завтра. Помолились, пришли братья, я молился, ответа нет. Через месяц приходят братья, ответа все еще нет. Я все молюсь. Мы не просто так, помолись, я болею, мне звонят помолиться, а для меня это болезнь. Я уже включаю тебя в молитву, удлиняю тебя в молитву, я постоянно должен об тебе помнить. Не просто ты бряк твой пошел, ты сам-то усилийся в молитве, доведи на накало, чтобы горело все. На горячий котел мухи не садятся. В Откровении, 3 глава, 18 стих, мы видим этого великого советника, над которым склонились Мария и Иосиф. И он говорит нам сегодня, советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, высшей марки золота. Я не знаю, какая это проба будет. Я золото в руках никогда не держал и не понимаю, а только видел на витринах, и он мне никогда не нравился. Совершенно не нравится. Я не знаю почему, но не нравится вид его. Больше нравится мне вот куржак на деревьях, серебристый цвет. А цвет золота мне всегда напоминал крысиные зубы. Не знаю почему. С малых лет. Советую купить у меня белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была сормота наготы твоей. Советую тебе купить глазную мазь. К окулистам-то лезем, глаза лечим, котора кто-то режет нам. Советую купить у меня мазь. Духом святым помажет Господь, и ты тогда увидишь. Я об одном деле уже многократно говорю. Не могу пробить никак. И при том объяснений никакого не вижу. Позаботьтесь о том, что у вас есть особенно о квартирах, если они еще не отданы Господу. Родственникам отойдет, который как будто верующий, это уйдет никуда. Я говорю о тех, у кого дети уже пристроены, у каждого все свое есть. Вы горько пожалеете. Мне не надо, поверьте. Мне хватает где жить. Вы горько-горько будете жалеть в первые минуты уже у гроба, когда душа будет стоять. Куда-то все пошло. Уже через 10 лет ваша квартира не вспомнится. А отданная для Господа на вечности будет вашей обителью. В этом деле почти успеха никакого нет. А первые ученики понимали так, продавали имение и слагали к ногам апостолов. Готовы мы на это. Вот совет, какой нам дает Дух Святой. В третьей книге Ездры, 1 глава, 7 стих, говорит так. Я звал их и взывал к ним, простирал руки. А они разрушали завет мой. А они не принимали его, говорит Господь, чтобы с нами этого не было. Итак, родился чудный младенец и имя ему советник. И чтобы мы, выйдя отсюда, сегодня сказали, Господи, веди меня, что я должен сегодня давать. Я вам сегодня сказал конкретно о замке. Я нашел этот совет. Сделать это всего держу. Притом, никаких оговорок не должно быть. Бог не любит оговаривающихся. Ему нужны только исполнители. Ты виновен на себя. Возьми это, сразу же приложи. Я должен это выполнить. Так говорит закон. Аминь.